Итак, недавно мы приехали в Германию, и будем смотреть сейчас себе точилу, приблизительно вот где-то вот в этой части. Подземкну, чтобы было видно точно. Погнали. Сейчас мы едем на местный шрот смотреть точилу, ну, местному пелькупу, так скажем. Как думаете, сколько будет такая машина? Опель. Такой Volkswagen Touran мы смотрели в интернете в районе 4 тысяч евро. Можно, конечно, такую еще машину посмотреть, но мне кажется, бюджет не позволит. Такой Volkswagen. Если что, бюджет ограничен. 4, 3, 2. Надо нам машина, которая может большие расстояния преодолевать. И плюс, чтобы ржавчины не было, обязательно техосмотр. И живой двигатель. Хороший живой двигатель. Красивая машина паркуют. Вот это да. Это да. Тут уже стесалось с обоих сторон. Как говорится, семейный автомобиль. Если вам будет интересно, пишите в комментариях, я могу подробнее снять, какие с машины, по какой стоимости, с какими дефектами. Но нам там особо ничего не зашло, поэтому мы едем дальше и будем смотреть другую машину. Мы уже списались с продавцом. Вот едем к нему. Да, и вот треснуло. И лак треснул, видишь? Треснуло? Да, лак треснул. Ну вот, треснутый лак, это, скорее всего, после неудачного ремонта. Следовательно, машина штамп битая. Ну, внешний осмотр уже пришли на машинке. Ржавчины нету. Ну, единственное, что с дверью какая-то непонятка. Панель и ручки, вообще всё в стразах. Белый цвет, это просто стразы наклеены друг на друга, уже обтёртые. Вся машина в блёстках. То есть, явно ездила женщина. Ну, почему так? Продает нам её мужчина. М-м-м, не перекупли это. По-моему, нас обманывают. Мотор вроде работает без лишних шумов. По салону сидения тоже вроде целые. Ну, явно ездила женщина с детьми. Там всё обклеено наклейками даже сзади. Ну, дальше был тест-драйв, который мы успешно не записали. Машина не ехала. Человек хочет 4 тысячи за неё. Мне кажется. За такие деньги машина должна быть соответствующая, как минимум. Ну, у тех, смотрю, тоже был. Так скажем, мужчина прикинулся дурочком. Типа не понимая даже, что машина не разгоняется. Ну, как бы всё нормально. Видимо, он чинил её, чинил, потом ему надоело и решил продать. А вот и та Volkswagen Das Auto, на которой мы клюнули. Это мы уже-таки счастливые после покупки, поскольку Volkswagen Passat B6 172 тысячи пробега. За неё хотели 4 тысячи, но там немножко протекает лобовое стекло, поэтому мы договорились до трёх. Как бы дизель пойдёт, отлично, расход небольшой, всё вроде есть. Но налог огромный, 308 евро. И плюс потрясающая страховка для нас. Спец цена 100 евро каждый месяц. Чтобы было не скучно на ней ездить, так сказать, зарабатывать надо. Мало того, что на соляр, так ещё и давайте на страховку. Потрясающе, я считаю. Дальше у нас ведёт первая поездочка. Ещё, может, прогреть её надо было. Первая поездочка. Машина, кстати, её из-под настоящего немца. Он, по-моему, на ней ездил 13 лет, если не ошибаюсь. Машина, кстати, 2006 года. Совсем свеженька. Всего 20 лет будет через два года. Пегасе, конечно. Даже радио работает. Вот это да. Ну, карти поцарапанная. Зато нам даже дали запаску в комплекте. Вот это да, Олеся. Происходит ознакомление. Чё, как? Что за что отвечает? А то мне тоже ездить. Ну, вот, у нас здесь можно музычку послушать. Климат. Важно чё-нибудь положить с двух сторон. А с пятым что-то направить. Прикуриватель. О, блин. Не ставила его работать. Так. Потом... Здесь, а... Чух. Всё работает. Всё. Здесь. Всё, как надо, в общем-то. А здесь можно открыть. Нужно. Мальчик наложили. Здесь тянешь. И книжечка ещё одна. Написано, что как с машиной было. Когда её обслуживали. И как вообще ей пользоваться. А ещё сзади здесь тонировочка. Так что ничегошеньки не видно. А здесь простые ручки. Ну, ещё здесь, естественно, есть свет сзади. Всё, как надо. Сейчас покажу, что на задних сиденьях. Итак. Это будет правая дверца. Что здесь? Ну, ручка. Звук. Всё. Это пищалки здесь обычно находятся. Подъёмник. Стеклоподъёмник. Хороший место. И у меня что породилось, здесь есть пепельница. Вообще прикол. Нам, кажется, было. Потом здесь нам ещё осталось несколько ручечек. От прошла хозяина. Потом здесь у нас обдув. И вот так вот ещё можно телефон заряжать. Можно купить. Так. Здесь вроде ничего. И не делается. Дальше. У меня кромашек. Стеклоподъёмник. Всё же самое. Дальше у нас сиденья откидываются. Можно посмотреть, что там. Но там у нас запаска лежит. Назад ставим. Так. И вот самая забавная. Это мне вот эта штука понравилась. Но мы долго думали. Ещё не открывается. Оказывается, она... Вот так вот. Подлокотничек такой мини. Здесь ещё можно открыть и сзади посмотреть, что происходит. Кому-то уже. Так. Закрываем это. Подлокотник ставим. Чтобы удобно было ехать. Можно его открыть и здесь что-нибудь положить. Да. И самое забавное, что здесь вот ещё можно стеклашку класть. Задвигаемся, убираем. Блин. Чтобы я ещё знала, как это задвигается. Всё. Задвинул. Закрываем, убираем. И вот так вот. Приятненько, приятненько. Так. Сегодня у нас четверг. Мы едем ставить машину на учёт. Ура, ура, ура. Поехали. Снимаем номера. Сейчас всё будем делать. Вот интересно, конечно. Раньше давали всем ОГЭ, да? А сейчас даёт ЛР. Ну, то есть ЛАР. Две эти передние буквы. А вот здесь вот можно посмотреть, да? Какого числа ЧУФ? ЧУФ, то есть Техосмотр. И ЧУФ, то есть Техосмотр, клеится только на задние номера. Спереди их нет. Ничего нет. Так, мы отдали 45 евро, чтобы её поставить на учёт. Сейчас мы будем смотреть, как делают номера. Здесь есть несколько таких контор. Мы идём в той, в которую вроде как подешевле. Здесь, кстати, платишь, всего платишь 40 евро. И выбираешь сам, какие хочешь номера. Мы выбрали ВД 22.03. Мы 22.03 приехали. Знаменательная дата. Ну вот, здесь взяли заготовку под номера. Поставили определённые циферки, которые нужны. Которые мы показали. И под пресс. Дальше краской. Процесс, конечно, интересный. И готов вариант. Здесь есть карбония. Разные ещё. Разные номерные рамки. В общем, чё хочешь. Чего твоей душеньке только угодно. И вот мы уже довольны и счастливы. Идём с ними. И нам переставили, соответственно, техосмотр. Новые значки. Все как надо. Они там всё сделали. И вот уже наша машиночка с номерками нужными. Красавица. Даже я могу посидеть. Ну как, я уже поездила. Но еле разминулась мужчина. Здесь, если что, парктроников нету. Да с ауто. Красота. Ну что ж. На номера поставили. Страховку сделали. Бабки заплатили всем. Поэтому можно заканчивать это видео. Больше, в принципе, не о чём здесь рассказывать. Осталось только поменять масло. И всё. Можно ехать спокойно. Подписывайтесь. Ставьте пальчики вверх. Оставляйте комментарии. Буду рада каждому и любому. Всем спасибо. Всем пока. И удачи.